насколько это можно сказать доброе время суток всем во первых я хочу посвятить этот урок в дополнение так сказать лилуйни шмат ави но я хочу это посвятить лилуйни шмат всем кто пострад погиб в этом ужасной террористической атаке и конечно хочу поговорить про недельную главу но постараюсь ее связать с тем что всех волнует тоже конечно недельная глава барышит до вначале сотворил всевышний небо и землю барышит барай луким это шамайм вэйта арыц варится это то увы овых выходших альпнеадгом и земля была хаотична и руха луким мираха видать не амайм и дух дословного всевышнего опять же не путать с нееврейскими понятиями объясню что это такое витал дословно на поверхности воды прямой самый простой перевод в чем здесь логический парадокс уже вот просто то что я прочитал что здесь так сказать не укладывается давид кто у нас еще есть миша что здесь не укладывается я прочитал вам два первых предложения из главы берешит самое простое начальство творился выше небо и землю я пропускаю и дух всевышнего витал над водой что здесь не укладывается представьте чтобы первый раз считаете а откуда вода взялась совершенно верно это просто самый пшат шиба пшат не сказано что всевышний сотворил воду а если вы мне говорили что небо это там шамаем сама им несет воду или шамаем там вода это дрожжет а дрожжет бесконечное количество но по простому мы видим что здесь не идет речь об описании творения мира есть еще очень много примеров да есть всякие интересные так сказать ученые изыскания например книга такая наука бога там физик доктор шредер сравнивает как он объясняет что это был как 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 бы это был big bang но так как он расширялся с огромной скоростью то время текло по-другому поэтому нет никаких противоречий просто это наше время как бы один день а тогда это было миллиарды лет он даже приводит всякие константы и объясняет как это было я так сказать не был во время сотворения мира ничего мне могу сказать есть классический подход наших мудрецов которые говорят они сегодня не вчера и не так сказать как апологетика изначально что масса берешит сотворение мира это тайна вот поэтому возникает вопрос если это тайна и то что здесь написано не описывает никакой так сказать не не так сказать физикой не геологией не зоологией не что такое они описывают никого научного так сказать порядка сотворения мира то зачем зачем что мы из этого учим понимаете вопрос что мы из этого учим и этот вопрос задает и раши и рамбан и многие другие комментаторы туры я просто объясняю подход и раши говорит лодиберк это бесседра брия прямо что все все тоже не описывает порядок творения да и рамбан говорит что это объясняет вопрос раши 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 что нужно было начать заповеди охота шазе ты просто байс на вещи но это введение до этот месяц начало всех месяцев но что это первая заповедь замечательно тоже тора эта книга заповедь зачем надо это рассказывают раньше говорит чтобы мы знали что всевышний сотворил землю до что он дал эту землю кому хотел и вот этот кусочек земли дал нам кстати и такой парадокс нигде не сказано что всевышний дал часть азии китайцам да или другую там часть индусам сибирь там дал русским а там я не знаю техас дал американцам нигде это не сказано так получилось в процессе борьбы народов за честно говоря просто кусок хлеба за перетягивание каната кто где заселил кто у кого что захватил кто у кого что завоевал правильно единственное место которое сказано что кому напряжет это земля израиля и это место самое так сказать как говорится земля раздора да то есть то что это те же опять же базисные вещи говорю что то что там россия завоевала сибирь или завоевала там еще что-то и поэтому это россия это очевидная вещь а то что там израиль победил войне что-то получил это это невозможно это неправильно понимаете в этом это есть какая-то так сказать извращенная логика это очевидная вещь но понятно что это нам рассказано для чего-то что мир во первых был сотворен и он был сотворен для чего-то бы решит бавур решит и раша говорит решит это тура это земля израиля и решит кстати это бекурим благодарность и много что говорили но идея поди чего это сказано что в мире есть цель мир сотворен для чего-то для какой-то цели не как он был сотворен что сначала так а потом так а это было столько-то минут и столько секунд а он был сотворен для чего-то для какой цели и кстати рамбан приводит очень интересную идею о том что есть концепция добра и зла награды до сахар воныш это что нарушающий воду волю всевышнего посылается в изгнание это на самом деле то что мы видим первый человек высылается из ганадана каин посылается в изгнание и т.д. то есть есть вот это вот эти такие базисные концепции они казаться казаться нас очевидными но они откуда должны были взяться и поэтому у нас есть пороша бы решить я очень упрощаю комментарии нахманида но примерно это то что как бы комбинировать идеи раша и нахманида то что они говорят но я бы немножко хотел посмотреть на это под другим углом мудрецы во первых очень интересная вещь если вы посмотрите вы знаете что такое автора это отрывок из пророков которые читают после чтения тора исторически было время когда запрещали читать тору может быть это были римляне и какие-то другие так сказать опресс проработители которые запрещали нам читать тору и мы читали пророки да и идея отрывка пророка должна соответствовать недельной главе да поэтому я так сказать для справки те кто был в синагогах сейчас читали в прошлый шаббат вчера называется параша махара ходыш потому что сегодня рожь ходыш новый месяц но в обычный шаббат когда читают парашат берешит мы читаем отрывок из пророка и шаягу до мембет 42 42 глава пророка и шаягу и о чем говорит это автора как вы думаете какая главная тема этой главы посмотрите 42 глава и шаягу там сказано буквально несколько слов так сказал всевышний сотворивший небо одна фраза все остальные предложения фактически говорят только в основном об одном о чем не о сотворении мира а о чем они говорят об избавлении и о машехе очень интересная вещь и это не автора к недельной главе берешит и очень известная фраза там есть как я сделаю с тобой завет и ты будешь светом народов да и т.д. и т.п. и что будет когда это будешь светом для будешь светом народов это я часть пасукова левкоах и наим и в рот где вы слышали это выражение левкоах и наим и в рот миша вы не ничто вам не напоминает левкоах и наим и в рот но вы вы говорите утром про беркута шахар благословения баруха таа шемалу кейну мелеха улам по кеах и в рим не говорите такую вещь левкоах и наим и в рот это одно из благословений которые мы говорим каждое утро и обычно мы понимаем что мы так сказать проснулись мы можем открыть глаза это так сказать базисное понимание но здесь я так сказать все это было предисловие вас к этому подвожу речь идет говорят комментаторы о духовном пробуждении то есть люди были как будто они слепы к разным духовным вещам и даже не просто слепы а как не дай бог не паркование будет сказано человек который слеп с рождения то есть он никогда не видел ничего в жизни и он слышал что можно что-то видеть что есть цвета оттенки какие-то да горы там леса озера океаны но он никогда этого не видел своими глазами и ему дают это увидеть на это это похоже ему открывают эти глаза слепые это аллегория того когда человек который полностью погружен в какие-то как говорит Равесос болото материализма он живет только материальной стороной жизни он слеп ко всем духовным понятиям или ко многим вдруг он у него открываются глаза это не то что человек плохо говорит по-английски или на иврите или на любом другом языке по-китайски вдруг он начал говорить хорошо этот человек вообще никогда об этом не знал никогда не знал и никогда не пробовал и вдруг у него открываются глаза и дальше сказано потрясающая вещь и когда откроются эти незрячие глаза то тогда Всевышний избавит из наручников кандалы говорят по-русски асир узника опять же посмотрите беркот ашахар матир асюрим что мы как просыпаемся как бы у нас возвращается душа мы как бы выходим из некой темницы в некотором смысле ими бейткели юшвей хоших и из тюрьмы может быть бейткели это непонятно что это сейчас это тюрьма может это были какие-то ямы какие-то такие ужасные места куда бросали людей те кто сидят во тьме опять же и физически и духовно то есть происходит начинается для того чтобы евреи стали светом для других народов у них должны глаза открыться в духовном понятии и тогда они будут освобождены от многих ограничений и физических и духовных скажем так и по-простому просто те кто страдает те кто порабощен в любой форме они будут освобождены и здесь я не хочу это посвятить урок на тему 42 главы Ищаяу но просто посмотрите это основная идея сотворения мира где как это связано очень интересно во первых не знаю вы слышали сказано в ары цайта тогу ва вог выхоших альпны амаем четыре четыре этапа тогу ва вогу это какая-то форма хаоса в два этапа тьма хаоса и бездна почему четыре давид вы никогда не слышали нет а мудрецы это приводит например баля ту рим я его буду цитировать но многие если другие комментаторы мудрецы сказали это четыре галута да четыре галута тогу ва вогу это это вавилон и персия да помните Даниэль видел так сказать четыре основных зверя да четыре галута да тогу ва вогу хоших это кто как вы думаете когда зажигаем свечи мы кто это хоших тьма какой галут египет египет был в начале египет как бы был корнем и сочетанием всего но он должен быть после да сначала вавилон потом персия потом хоших тьма это кто это Греция помните историю хануки да хоших тьма и бездна это соответственно где мы с вами находимся это изгнание и дом римское изгнание да почему бездна потому что казалось бы нет конца у него все остальные изгнания были относительно короткими сравнительно и а что это за руах и луким дословно дух всевышнего мудрецы говорят это идея машеха избавления как бы очень логично то гу ва 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 хоших альпне адгом ва руах и луким это идея избавления уже была запрограммирована в мире мы сказали что мир был должен был быть создан для чего то для чего был создан мир чтобы мы его исправили в нем были духовные поломки и даже через эти четыре изгнания и уже так сказать изначально была заложена идея потенциал исправления и избавления в мире это большое если вы подумаете большое открытие большой хидуш во внутренних пластах которые вам скажут что всевышний сам исправил значительную часть мира больше там скажем 90 например и оставил нам только посильную нам работу если вас это не убедило я приведу Бааля Турим которого я упоминал и он приводит очень много источников и говорит такую вещь говорит такую вещь вещь б пасукшил берешит берешит барайлу кимата шамайм вайтарец вначале сотворил всевышнее небо и землю посчитайте сколько там есть слов семь ешь заин ты вот кинэгит заин имеющая вуа в заин шаним бешмита в заин шмитин б ювель я это он продолжает но я скажу так сказать вещи которые мы можем охватить что есть семь дней недели это существование материального мира его цель это семь циклов шмиты да и семь годичных циклов то что называется ювель юбилейный год число семь мы об этом говорили и я вам скажу интересную вещь как на иврите будет сила да нам всем нужны сейчас силы как на иврите будет сила давид коах коах да это двадцать восемь кав и хет это двадцать восемь очень интересно в этом отрывке торы 28 букв семь слов двадцать восемь букв говорит Баля Турим а в конце бирката мазом вы говорите а шем оз ли амо и тен а шем и вареха там оба шалом как еще называется сила в танахическом аврите оз 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 это сила и айн это семь а зайн это семьдесят а зайн это семь семьдесят семь семь раз семь то есть и число семь и число двадцать восемь связано с понятием силы вы видите это да да в первом предложении торы есть семь слов двадцать восемь букв и раши говорит такую вещь известную коах маасав и гидле аму про этот посыл коах да если вас это не убеждает то Баля Турим приводит еще одну вещь ам он говорит что есть еще один посыл в торе которым есть семь слов и двадцать восемь букв это сложно угадать вообще это отражает его гениальность в четырнадцатом веке это все высчитать без компьютера без диска барелан или какой-то сифари или как вот как что то как сейчас все это делают сейчас как бы очень несложно те кто умеет так сказать кто знает более-менее иврит и имеет базисное образование компьютерные навыки рассчитать сколько где букв и слов не очень сложно это в четырнадцатом веке он говорит какой это посук он говорит потрясающую вещь помните перед десяти заповедями есть введение сказано и говорил Всевышний все эти слова это двадцатая глава книги шмот первый посук проверьте этот посук тоже уникально имеет семь слов и двадцать восемь букв и это тоже намекает на силу только духовную силу то есть все весь мир как вы знаете был сотворен для для духовной работы скажем так да да поэтому известно Раши цитирует Медра что Йом Хашиши Ха это как говорят по-английски определенный артикль the the sixth day да Йом Хашиши это тот шестой день что это за тот шестой день шестого сибана когда евреи получили Тору это другой намек это введение к десяти речениям то что мы называем десяти заповедям которые содержали всю Тору имеют такую же структуру и есть еще одно предложение в нашей молитве которая имеет такую же структуру семь слов двадцать восемь букв это тоже сложный вопрос но как риторический я его задам вы можете подумать о таком предложении каждый день евреи в синагоге его говорят семь слов двадцать восемь букв дэвид я пытаюсь подобрать шма но получается у меня только шма нет шма другая история мы говорим там шесть шесть слов шма нет там как города убежище баля турим и опять же проверьте это и у него он довольно длинный но это к последнюю к слову элоким да он приводит эти драшот и он говорит что очень известная вещь и ответ на кадиш который является центральной частью кадиша и мудрецы сказали что именно эту фразу на ней нужно наиболее концентрироваться она разрывает дословно плохие акзирот раот да плохие тяжелые предначертания в ней тоже есть семь слов и двадцать восемь букв и это тоже не случайно сделано все делали люди катбруха кодаш в которых были так сказать особое видение торы и это соединяет говорит баля турим два этих отрывка первое что всевышний сотворил мир и второе что мир сотворен ради торы как это выражается через и и ешмей раба через авуда та шем через духовную работу мы даем эту силу как мы говорим тну озли луким дайте дословно силу всевышнего конечно аллегория но усили мы усиливаем присутствие всевышнего в этом мире и это цель сотворения мира я бы еще хотел упомянуть один момент это то что баля турим связывает эти понятия семь и двадцать восемь с Куэлит да мы только что читали Куэлит и в этот трагический шаббат мы читали Куэлит да и Куэлит говорит казалось бы время для того да этла лэдет в этла муд да всему все время и конечно есть преимущество мудрости над глупостью но микрээхад и ели кулам да что значит микрээхад и крэли кулам что это значит давид микрээхад и крэли кулам не знаю по-русски это переводится на так сказать простонародном языке все там будем да казалось бы есть мудрецы есть люди которые не совсем мудрецы есть люди которые совсем не мудрецы и все получают квартиру там два на четыре метра да или как там где в земле после ста двадцати лет правильно это то что Куэлит говорит микрэээхад и ели кулам проверьте я кстати советую читать Куэлит и советую читать его с хорошими комментариями какая связь связь очень интересная где намек на Машеха в Куэлит вы не знаете давид нет казалось бы нигде Машех вообще не упоминается в Куэлите в Куэлит казалось бы просто казалось бы пессимистическая часть Танаха которую мудрецы не хотели даже сначала включать в Танах потому что не все могли это разглядеть так вот очень интересно микрээхад проверьте одно и то же происходит со всеми одно и то же микрээхад один случай дословно одно и то же микрээхад в Гематрии это Машех микрээхад это Машех то есть то что нам кажется что нет хасвэшалом что нет судьи и нет никакого порядка и нету так сказать все бессмысленно все что происходит не происходит случайно и мир всегда продвигается из точки А в точку Б но как с какой скоростью он продвигается сколько так сказать насколько это легко бескровно или не дай Бог наоборот а сколько мы видим благословения или вещи обратные благословения это зависит от нас но микрээхад это можно перевести и все что происходит и микрээхад каждая случайность правильно вы согласитесь со мной микрээхад даже каждая случайность имеет смысл это гематрия Машех если вы думаете что я так сказать от себя выдумываю цветистый драшот посмотрите Бааля Турим прямо это говорит у него была Масорет да от Рош от Ришуним у него была древняя традиция и он говорит вы помните что в Куэле сказано известная речь там время мира время войны время рождаться время умирать вы слышали такое да так вот их семь Псуким и там описано двадцать восемь этих периодов то есть одно другим тоже связано мы говорили семь и двадцать восемь да Берешит Барай Луким Вейдабер Луким это двори Маэли Ешмей Раба это все семь и двадцать восемь связано с понятием Озэ Куах сила и это прямо связано с Куэля то есть вы бы думали что это какие-то только такие так сказать потрясающие события как зарождение вселенной дарование Туры нет во первых Бааля Турим говорит каждый человек который идет в синагогу говорит Кадиш и Ешмей Раба он исправляет мир ну вообще любую запись это просто самый такой пример человек пришел и сказал просто пусть имя Всевышнего будет благословенно или увеличено да это уже огромная вещь да это для этого мир был сотворен другими словами и даже когда человек видит все что происходит да то что вот время того время сего это не просто случайность он видит в этом руку Всевышнего это огромная вещь это исправление мира я вам приведу еще пару вещей из Куэлят чтобы этим закончить я не хочу вас долго держать есть асимметрия сказано эд лалэдет да не сказано эд лей валет да должно было быть сказано время рождаться и время умирать правильно по логике да да а здесь сказано время рожать да лалэдет это рожать во-первых это вызывает некую сложность у мужской части населения да что значит рожать а вот тогда было бы эд лалэдет эд там я не знаю ларог да но ламут это должно было быть лей валет рождаться и объяснение что мы видим лалэдет в танахе это не только так сказать биологические роды хотя это тоже лейда рождение ребенка но лалэдет это и духовное скажем так рождение да что всегда есть время себя обновить как бы родиться заново когда человек поворачивается к всевышнему когда проходит Йом-Кипур он как бы рождается заново и может быть время когда он так сказать делает обратно этому это зависит от человека еще одна идея из Куэлита которая очень интересна есть пасук из Куэлита о которой мы говорим каждый день в Сидуре вы не помните перед сукей до земра в водной части каждый день каждый день мы это говорим это по-моему третья глава по-моему девятнадцатый пасук проверьте меня сказано а амут мутар ха адам мин ха бейма айн это мы говорим в водной части в Сидуре что это значит мутар ха адам мин ха бейма айн как бы вы это перевели давид человек лучше животного мутар да чем человек лучше животного айн ничем айн как эйн то есть Куэлит говорит не человек который скажем так не связан с духовностью чем он отличается от животного ничем это то что говорит Куэлит опять же потом он опровергает это в конце но это его и мы говорим это каждый день мутара адам мин ха бейма айн но в полуаллегорическом объяснении этого пасука как я уже это приводил это важно привести еще объясняет это так мутара адам мин ха бейма чем человек лучше животного айн тем что он может как бы уменьшить себя представить сказать что я ничто понимаете в положительном смысле не так сказать комплекс неполноценности но быть скромным уступить кому-то да 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 бали мусар говорят что животные не могут уступать просто так они могут кого-то бояться и подчиняться силе но если два барана бьются за там лидерство или там за что они бьются два волка дерутся они не могут просто один другому уступить кто-то должен победить кто-то должен проиграть они лоб в лоб а человек может уступить да и поэтому это очень большая заслуга для еврейского народа иногда леватер уступить это не значит что со всеми нужно соглашаться как я говорил под всех подстраиваться и быть хамелеоном нет нужно иногда уступить это так сказать приводит к миру и нам всем сейчас нужны силы каждому на своем месте и я думаю что мы почерпнули несколько идей которые могут нам помочь их приобрести весь мир был создан для чего-то да зачем так сказать лев охотится на антилопу и там я не знаю какие-нибудь там членистоногие размножаются со страшной скоростью там рыбу и там одна рыба ест другую и там кто-то играет на бирже там зарабатывает больше денег меньше денег потом так сказать как говорится микроехад все получают одну и ту же квартиру два на четыре метра какой в этом смысл да для чего это это то что задает Куэллет и Баля Турим нам отвечает что цитирую Раши Куах Маасав и Гидлиамо что в этом есть огромный потенциал да Мина Куах Эля Поль Куах это потенциал еще не только сила есть огромный потенциал он связан с Турой Вейдабер Лукимата Дваримаэли через нашу духовную работу как сказано Иешмей Раба да и то что мы уступаем и мы то что видим Всевышнего да во всем микроехад это дематрия Машех это связано с временем для всего это позволяет нам приобрести Куах и Оз силу которую нам нужно приобрести я желаю всем спокойствия духовной силы физической силы и мы надеемся что в скорости как говорится Икуяма Пасук Ашему Шеа Мелех Янэйн Убием Курейну Всевышний нас спасет и Ашем Озля Мои Тен Всевышний даст нам эту духовную и физическую силу и Ашем Ивареха Тамоба Шалома даст нам благословение мира мир это прежде всего мир внутри нас это мир между евреями помните как мы говорили благословение как может почему сказано будет будет у вас мир и никто не пойдет даже не пойдет армия не пойдет на вас войной почему как если есть мир почему думаешь что кто-то пойдет на вас войной Рамбан говорит это прежде всего мир между нами между евреями и тогда уже будет мир и вокруг нас чего я всем желаю Продолжение следует...